Всем привет! Продолжаем историю с самоделкой швеллера. Наконец-то дошли руки. Имеем швеллер, отполированный ранее. Имеем две вот такие детали, изготовленные тоже ранее. Квадрат 8 мм, отверстие с резьбой М4. Наша задача определить место расположения сих деталей, прослить отверстие, временно закрепить. Между прочим, необъяснимо, но факт. Метода с парафином вполне действенная. Сколько уже лежит, сколько времени прошло. Видите, как новенький. В то же время, не полированный вариант, незащищенный. Разница очевидна. Гранату с маслом. Классная у меня масленочка, как говорит один мастер. Временно закрепляю с помощью винтов М4. Выясню, какое расстояние между вот этими стойками. 42,5 мм. Этот размер необходим для изготовления катушки. Изначально думал изготовить из алюминия, но потом передумал. Во-первых, латунь потяжелей и существенно потяжелей. Это в моем случае важно. Во-вторых, шестигранником мне работать как-то более привычно и удобней. Между прочим, всегда можно отверстия ровно проселить. В общем, остановимся на латуне. Теперь необходимо обточить до размера, который мы определили. При этом отнять миллиметров 8. Лишнее, пожалуй, отрежем. Чтобы поменьше точить. Ох и неприятное это занятие, латунь пилить я вам скажу. О-о-о! Наверное, хуже только медь пилиться. Сразу слегка прибрать рабочее место. Это извлекаем. Это забираем. О-о! К токарному станку. И так до момента, пока наша заготовка не будет 37,5 миллиметра. Я не великий токарь. Поэтому, может, как-то по-другому такие операции делаются. Я делаю, как я умею и как я знаю. Интуиция или что там развито у токарей, мне подсказывает, что достаточно. 37,4 елки. А не 37,5. Штангенциркуль еще, конечно, высокого качества. Вроде и не дешевый покупал. Но каждый раз новые показания. Ничего. Тем не менее, цифровой и удобнее, нежели обыкновенный механический. Так, что дальше? Текущая задача, просилить два отверстия и нарезать в них резьбу М2. Для того, чтобы повиднее было, использую маркер. И произвожу разметку. Переберянуть. Затяжки. Н islands. Капель. Отверстие 2,5 миллиметра. Нарезаю без смазки. Я заметил, что в латуни это в принципе допустимо. Никаких сложностей не возникает. Единственная сложность, это время от времени необходимо вытаскивать мечик, извлекать и очищать его от стружки. Особенно если речь идет о латуни-сыпучке. В результате имеем вот такую деталь. Здесь 2 отверстия с резьбой М3 и соответственно здесь также. Следующее, нам необходимо немного уменьшить диаметр шляпок вот этих винтов. Буквально на миллиметр, может быть даже на 2. Само собой разумеется, указанную операцию мы будем производить на токарном станке. Стойка, зажатая в патрон, винт, ввинченный в стойку. Биение, конечно, колоссальное. Хотя, я думаю, для винта это не критично. Мы не делаем часовой механизм. В принципе, я думаю, нормально. Сердечник готов. Сделаем боковые щеки из алюминия, листового варега, 3 миллиметра. Толщина 75, ширина. Необходимо просвелить 2 отверстия диаметром 3 миллиметра. Между прочим, впервые приобрел дорогущие сверла. Две штучки, чисто для пробы. Обычно я покупаю самые дешевые. Посверлил, затупилось, выкинул. Мелкие практически не затачиваю. Бессмысленное это дело. Нормальные сверла нынче стоят денег. Вот как раз и купил. Написано, свердло по металлу кобальт. Вот мы и попробуем, на сколько хватит их. Не знаю, конечно. Как по мне, сверлят бодрее, нежели китайские. Ну, конечно, на алюминии это не совсем и честно проверять. Это если бы какую-то сталь посерьезней. Необходимо сделать зенковку под потайной винт. Под головку потайного винта. Немного срежем лишнее, дабы проще было обтачивать. Фиксирую винтами. И ГО к токарному станку. Станок у меня хоббийный. Можно сказать, миниатюрный. А посему, лучше подожмем дополнительно задней бабкой. Так будет ему полегче. Разумеется, через высокотехнологические проставки. Разумеется, как и в токарном станке. Сразу же удалю заусенцы и пройдусь наждачной бумагой, дабы было покрасивше. Собираем. И теперь нужно организовать крепление. Ух ты! Чуть не угадал. А что ж такое? Но выход есть всегда. Сейчас мы разберем и немного здесь торценем сердечник. И тогда эта самая катушка станет меньше и благополучно здесь встанет. Готово. Вот так оно будет. Немного позже. В следующей части. Продолжим. Пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться там. До новых встреч. Как всегда. Но пасаран. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует.